Добрый день! Меня зовут Максим, и по образованию я лингвист-переводчик. По образованию я лингвист-переводчик, поэтому все считают, что я могу переводить с любого языка на любой, из любого положения, в любое время дня и ночи. Сегодня я немножко поэксплуатирую этот стереотип и попытаюсь рассказать вам о том, как гены заговорили. На самом деле я считаю, что химия неразрывно связана с нашей жизнью. И да, я сказал название нашей сегодняшней встречи, потому что все любят, когда название фильма есть в самом фильме. Но на самом деле с химией у меня с самого начала не сильно получилось. То есть в отличие от известного учителя, я пошел в другую сторону. Сначала думал в 11 классе сдавать ЕГЭ по химии, но потом решил, что я буду лучше знать много языков, чем один химический, и поступил на филфак. К концу пятого года обучения я понял, что я абсолютно не понимаю, что творится в головах у моих однокурсниц, и начал интересоваться работой мозга, и в частности когнитивными нейронауками. Собственно, что такое когнитивные нейронауки? Это те науки, которые занимаются работой мозга и тем, как поведение связано с мозгом, мозг связан с поведением, и как вся эта история обуславливает пристрастие к романам Достоевского. И, собственно, я люблю Толстого, и вы зря смеетесь, потому что это вообще-то большой вопрос. Так вот, после пятого курса я еду на летнюю школу в Петербург, где знакомлюсь с преподавателем из Техаса, который, в свою очередь, знает ученого из Лондона, с которым я сейчас и работаю в лаборатории когнитивных исследований и психогенетики. Психогенетика исследует то, как генетические и средовые факторы влияют на поведение, то есть то, как генетика и среда строят тех, кто мы есть. Я думаю, все видели фильм «Гаттека». Там показан мир будущего, где люди разделены на два класса — годных и негодных — на основании их генетического набора. Главный герой рождается негодным, рождается естественным образом, он так называемый плод любви. И у него есть мечта — полететь в космос. Но так как в космос могут лететь только годные, он борется весь фильм и преодолевает то, что было заложено у него генетически, и в конце концов таки летит в космос. Здесь мы можем видеть то, как человеческое, то, что было заложено в человеке от природы, сталкивается с тем, в какую среду он попадает, и в итоге преодолевается таким образом героем. Это на самом деле упрощение, но в жизни все примерно так же. Зависит на самом деле от черты, зависит от человека. Генетика — это не приговор, но мы всегда должны о ней помнить. В лаборатории я включаюсь в большой проект, который называется «Консорциум доступная генетика». Там я начинаю работать по специальности. Я перевожу генетику с языка науки на язык простых людей, потому что количество статей, которые выходят по генетике, огромное. Количество знаний, которыми мы уже обладаем, тоже. Но оно не доходит до простых людей в силу того, что они его просто не понимают. И, собственно, мы занимаемся трансляцией этих знаний любыми способами и даже такими. Вы можете приходить к нам весной, и мы с вами поговорим о генетике. Ну, если вы понимаете, о чем я. Так вот, почему я вообще разговариваю про генетику сегодня? Генетика — это химия. Кислород, азот, водород. И мы, собственно, в деле. В 2003 году, когда был закончен проект «Геном человека», с генетикой было связано очень много ожиданий. Мы ожидали, что мы сейчас будем редактировать геном, что мы сейчас будем делать дизайнерских детей, что мы найдем лекарства от рака и насморка и вообще пойдем встроенными рядами в светлое будущее. Но чудо не произошло просто потому, что гены оказались намного сложнее, чем мы думали. Сейчас мы знаем, что каждое сложное поведение, такое, как, например, интеллект, и любое распространенное заболевание, такое, как рак, оно обусловлено множеством генов, то есть полигенно. И когда мы видим, что, например, в СМИ публикуются статьи в духе «Генетики нашли лекарство от рака», это означает, что генетики нашли не лекарство, а механизм. Генетики нашли ассоциацию с геном, и, скорее всего, не с одним. И вообще исследование было сделано, скорее всего, на мышах. Генетика начинает с нами говорить, и, собственно, про это я и хотел сначала говорить. Генетика начинает с нами говорить, но она настолько сложная, что это выглядит как тарабарщина. Мы не всегда понимаем, про что и что она нам говорит. И мы так и не поймем генетику, так и не поймем, когда она с нами заговорит. На самом деле она с нами уже говорит. Исследователи из группы профессора Пломина показали, что почти 10% индивидуальных различий в результатах экзамена в 16 лет может быть объяснено с помощью индивидуальной последовательности ДНК, с помощью метода полигенного индекса. Собственно, для этого метода, для этого полигенного индекса, были взяты гены из предыдущего исследования, которые были до этого ассоциированы с годами, которые человек потратил на обучение. То есть, как такой глобальный показатель того, насколько вы можете учиться. Этот график, который вы видите на экране, называется манхэттенским. Он напоминает панораму Манхэттена, кто бы ее видел. И внизу выстроены гены, и все те гены, которые перешли вот эту пунктирную линию в середине экрана, показали свою ассоциацию с вот этими как раз годами, которые человек потратил на обучение. Затем наличие каждого индивидуального гена было учтено для создания полигенного индекса. То есть, больший полигенный индекс означал, что вы являетесь носителем большего числа генов, отвечающих как раз за образование. И это исследование на самом деле является переломным моментом в генетике предсказания, просто потому, что оно объясняет больше всего индивидуальных различий. Предыдущие исследования смогли объяснить только 2 или 3%, например, 3% в интеллекте. 9% казалось бы довольно маленькой цифрой. Но исследователи показали, что люди с более высоким полигенным индексом, верхние 15%, видите, та зелененькая точка справа вверху на графике. Ученые показали, что люди с высоким полигенным индексом получали оценку в среднем на 1 балл выше, чем люди с низким полигенным индексом. Более того, ученые показали, что люди с низким полигенным индексом, люди с низким полигенным индексом, то есть 35% людей с низким полигенным индексом решила сдавать A-level экзамен, который нужен для поступления в университет, в то время как из людей с высоким полигенным индексом больше половины, то есть 65% людей решила поступить точно так же. На этом исследование на самом деле не заканчивается. Буквально две недели назад эта же группа выпустила статью, в которой они смогли объяснить 5% индивидуальных различий в способности к чтению. И исследователи показали, что люди с низким полигенным индексом в среднем отставали на 2 года от людей с высоким полигенным индексом по способностям к чтению, и это уже на самом деле очень много. В будущем, когда… Этот метод мы можем использовать уже сейчас, но в будущем, когда каждого из нас будут секвенировать уже при рождении, это исследование сможет помочь предсказать наше поведение, наши способности уже на этапе рождения, то есть на ранних этапах жизни. До мощности провиться из особого мнения с Томом Крузом в ближайшее время эта технология, скорее всего, не дойдет. Мы не сможем предсказывать поведение и совершение преступлений уже на этапе рождения. Но этот метод поможет нам предсказать будущие проблемы в обучении и оказать человеку индивидуальную поддержку, чтобы он мог полностью реализовать свой потенциал в будущем. На этой позитивной ноте я бы хотел закончить свое выступление и сказать, что уже сейчас мы видим, что ДНК неразрывно связана с поведением, и мы не должны забывать, что химия и жизнь тоже неразрывно связаны. И я снова сказал название нашей сегодняшней встречи. Спасибо. Аплодисменты Аплодисменты